всем добрый вечер меня зовут юрий ефанов и я художник и я знаком с виталием коханом где-то с 2013 года и так сложилось что наверное был очевидцем спустя этих лет наверно большинства его работ то есть я видел их живую и наверное в этом смысле мне как бы есть есть что рассказать в качестве наверное очевидца плюс мы с коханом обсуждали практически все его работы формально и неформально и когда я готовил эту лекцию мы тоже с ним собственно я просил него комментарии какие-то собственно во время обсуждений вот этой лекции кохан мне давал какие-то комментарии по поводу своих работ и я пришел к выводу что я не хочу как бы пересказывать его комментарии и я предложил что я буду давать все-таки какие-то свои интерпретации по поводу его работ и ему вроде как эта идея понравилась он говорит да тогда давай критикуй меня еще а потом говорит но что-то вроде правда это видео я буду показывать своим родственникам потом рассылать в общем поставил меня в какую-то неловкую ситуацию по этому поводу я решил что я все-таки буду пытаться его критиковать но очень деликатно в этом смысле наверное свою какую-то критику его работ я бы построил с такой перспективы что но для меня лично очевидно что каждый художник в первую очередь занимается проблемой персональной ну и кохан в том числе и вот вот эта персональная проблема она в не знаю в каком-то горизонте начинает соприкасаться с какой-то проблемой коллективной в общем в этом смысле кохан я думаю вы никто не сравнивал с таким животным но мне кажется он в некотором смысле похож на дельфина почему потому что мне кажется что иногда он уходит очень глубоко под воду и здесь его персональная какая-то проблематика персональные отношения с материалом поскольку в первую очередь я наверное вижу кохана как мастера материала и человека который очень скажем так любит выяснять отношения с материалом вот иногда он выясняет отношения эти отношения могут как бы не пересекаться с вот этой поверхностью с горизонтом какой-то коллективной проблематике или касаться там где-то хвостом и так далее потом он выныривает идет по поверхности и собственно его какие-то отношения выяснения отношений с материалом решение каких-то персональных проблем абсолютно скажем так гладко и четко артикулируется на в рамках какой-то коллективной проблематики это первая работа в некотором смысле она легендарная потому что когда я впервые попал на могрицу это было сделано на могрицы в рамках land art фестиваля на который сейчас называется простер по кордоне и есть такая история что кохан это сделал когда ему там было 10 лет там или 13 лет то есть как бы совсем маленький кохан потому что я так понимаю что на этот симпозиум кохан попадал самого детства к симпозиум проходит возле сум вот сумской области кохан родился в сумах и в семье художников и часто бывал на могрице собственно сейчас он является одним из кураторов и наверное до каких-то топ-менеджеров если можно так сказать этой резиденции но на самом деле эта работа была сделана в 2008 году такой вот минимализм я бы сказал но чем мне нравится эта история тем что в ней скажем так разворачиваются какие-то для меня два смысла с одной стороны достаточно очевидный и какой-то безумный как мне кажется то есть я увидел историю каких-то безумных сотрудников до работников жкх которые покинули городское пространство дорвались до леса надо учитывать что все это происходит в лесу и он выберил деревья в лесу достаточно много и такое пока не закончились белила то есть попахивает каким-то полным безумием таким не знаю естественно носящим какой-то постсоветский привкус вот но такие не знаю в моем понимании эти самые оргии работников жкх такие эти самые дионисийские праздники вот но тем не менее как бы очевидно что здесь есть как это безумная ирония потому что мы все прекрасно понимаем наши отношения до к этой побелки и так далее но тем не менее когда я думаю о том как на самом деле выглядят какие-то глобальные отношения человеческого и нечеловеческого и в принципе как бы стратегии до 21 века то у меня есть ощущение что они не сильно скажем так не сильно радикально утончились да и на самом-то деле выглядят на мой взгляд очень похожи на вот эту историю следующий слайд кухону учился в харькове на монументалиста на но он постоянно возвращался в сумму и до сих пор возвращается это сделано в галерее 21 в 2012 году называется выставка между собакой и волком и здесь в этой истории на мой взгляд простраиваются какие-то наверное первые какие-то основополагающие этапы взрождение именно отношения кухона с медиумом и с какими-то категориями вроде времени пространство и не знаю формы и содержание и вот эта первая работа это триптих то есть главный объект это вот эта мокрая тряпка которая тем не менее вода с которой не капает история как бы про объект на очень скажем так странного статуса то есть тряпка вроде мокрая но вода с ним не капает внизу стоит ведро и здесь вот не знаю как я это вижу что кухону очень нравится менять какой-то то статус объекта он оставляет вот эту узнаваемость до этой мокрой тряпки то есть форму и заменяет ее содержание причем часто он заменяет это достаточно такой тяжеловесный брутальный материал да он делает их из бетона то есть это очень тяжелая тряпочка вот фактически да это наверное можно называть скульптурой и рядом да этот такой третий объект после ведра это метроном который отсчитывает вот эти падения да все-таки этих капель с этой тряпки и вот в этом смысле мне кажется что он идет во первых в сторону ну не знаю можно ли так говорить феноменологии искусства мне кажется это так потому что вот эта тряпка которая висит это очевидно очевидно выраженная до манифестация там такой магритовской форму да это не тряпка то есть мы прекрасно понимаю что это не тряпка более того она бетонная она тяжелая и она не капает но при помощи вот этого как бы метронома да он восстанавливает этот дисбаланс и на территории уже художественного образа когда ты пытаешься воспринять триптих как некую единую художественную структуру мне кажется возникает все-таки где-то там в сознании образ тряпки которая капает вот но что это в конце концов за тряпка такая которая вроде бы и капает и не капает не знаю у меня лично этот образ сформировался может быть у кого-то нет но эта история в первую очередь на мой взгляд не про реальный объект а уже про работу образа внутри территории искусства и на территории восприятия образа сознанием поэтому я думаю в сторону до этого термина феноменологии искусства соседняя работа она чем-то похожи на кошито и на самом деле кухон сам признает что она похожа на кошито но в тот момент он не был глубоко знаком с его работами но я все равно решил это показать опять же в каком-то разрезе кухонской работы с образом то есть висит на скажем так группа объектов рядом висит полноразмерная фотография этих объектов и в этой фотографии полноразмерная фотография этой фотографии которая собственно работает рекурсивно и для него это история с неким стиранием до реальности образа которая в рекурсию куда-то уходит вглубь и вглубь и вглубь но почему я решил все-таки оставить эту работу потому что вы видим что этот так называемый реальный объект который висит это тоже фотография на мой взгляд это немножечко дополняет всю эту историю с какой-то трансформации образа потому что когда ты уже видишь фотографию в качестве реального объекта то тебе уже не знаю на мой взгляд сложно назвать этот объект настолько как бы до реальным и может быть может быть в некотором смысле простым для изучения вроде кожи тоского стула ну а рядом было зеркало это был бесконечный лабиринт следующий слайд это стекла кухон занимался стеклами как он по моему говорит объекты из стекла если я не ошибаюсь с 2009 по 13 год и до сих пор коллекционирует стекла и эта история такого музея вот какого музея если честно окончательно не понял но такого музея кухонов по крайней мере в данном случае и что же этот такой музей что мне в первую очередь всегда бросается в работах кухона ему говорил говорю кухон мне кажется что твои работы тяжело будет назвать или я уже тяжело могу назвать некоторые твои работы устаревшими потому что ты их выпускаешь сразу старыми то есть ты выпускаешь как бы объекты которые уже собственно говоря относятся к какому-то времени которого нет но поскольку ты их выпустил сейчас то ну очевидно что речь идет о мистификации времени вот но не времени как не как чистое какой-то до трансцендентальной категории а какого-то очень конкретного кухонского до понятия времени и наверное в этом в этом смысле нужно еще разобраться но вот эти как раз таки стекла да это это до объекты вроде бы как отсылающие нас к некой такой музейные каталогизации под этими стеклами собранные кухонские found objects найденные объекты вот каким образом кухон подбирает объекты мне тоже нравится эта история поскольку здесь это на мой взгляд очень сильно похоже с какими-то первоистоками до найденного объекта вроде дешановских потому что кухон действительно имеет какую-то достаточно точную интуицию на найденные объекты и он часто он часто попадает в какую-то не знаю в какую-то точку вплоть до того когда речь идет о рыбной витрине в супермаркете и вроде бы вся рыба очень похоже таков она умудряется взять какую-то мелкую странную рыбешку вот и она в итоге оказывается вкусный ну то есть человек в принципе понимает как работать с found object там но вот в этом смысле под стеклом до собраны эти найденные объекты да здесь есть подпись водитель григорий степанович вот в описании к проекту есть комментарий на что есть люди до или события которые находятся в памяти кухона но он не помнит на он не помнит например как выглядел водитель григорий степанович который возил их на автобусе несколько лет вот его никак не может вспомнить его лицо и вот он заменяет его вот таким найденным объектом вы помещает его в память при помощи этой рамки и стекла и вот в этом смысле может быть когда я говорил про кухона как дельфина мне кажется что здесь может быть какая-то критика потому что это такая глубоко персональная вещь которая естественно наверное там тревожит его чувства поскольку он обращается к собственной памяти и делает не знаем музейную каталогизацию имени на самом-то деле себя но лично меня как зрителя наверное я понимаю о чем идет речь на меня наверное задевает лишь как бы хвост вот это его истории памяти не знаю правильно я выражаюсь но может быть я попытаюсь более конкретно говорить на следующих примерах вот эта история с невидимками кухон начал находить невидимки такая парадоксальная вещь вот невидимки конечно же женские в случае кухона он начал находить на подоконнике и в абсолютно разных местах и начала интересовать что же это значит ответ на этот вопрос он нашел достаточно мне кажется очевидный он решил что в его жизни есть женщины и когда он поместил эти до невидимки под стекло он решил их пронумеровать да то есть выдать им какую-то атрибуцию и здесь тоже мы имеем место на имеем дело с мистификации потому что естественно что это атрибуция ни в какой каталог нас не приводит то есть нет никакого нет никакой сноски нет никакого обозначения этих цифр то есть речь идет опять же про музей до какого-то времени вот но на самом-то деле как бы не абсолютно как бы наверное мифический да вот эта история когда кухон помещает под стекла на какие-то органические материалы паутину волосы насекомых и наверное тяжело изолировано до понять о чем идет речь в этих работах но понимаю кухона мне кажется он еще получается с 2009 года вот в своей какой-то до персональной версии там музея он отчасти наверное и мыслит какую-то такую альтернативную версию того как должно выглядеть искусство и вот в этой как бы альтернативной версии наверное происходит некая конкуренция выразительности и вот эта паутина насекомые на эти органические материалы в его версии они они побеждают в плане какой-то выразительности и художественной достоверности они побеждают скажем так антропогенные материалы или ну скажем так рукотворные человеком и так далее конечно это тоже история про found object но здесь наверное да речь идет о какой-то какой-то перспективе на когда художник выбирает что я вот считаю что наверное вот эти вещи больше достойны внимания поскольку они более выразительные чем другие да это было сделано в одиннадцатом году в рамках арт поле в футкале это высохший колодец и вот эти чаши которые называются кухонных называет в этим фуфилинг ну то есть в ожидании наполнения то есть чаши которые ждут наполнения и опять же мы имеем дело с некой женской историей поскольку и достаточно конечно персональной поскольку кухон опять же думал думал о женском думал о чашах на как о некой созвучности на такой женской в ну не только в его понимании навк и он сделал эти чаши до которые ожидают наполнения как и этот высохший колодец он сделал их из женских платьев которых он купил на секонд-хенде следующая история происходила уже в 2012 и переходила в 2013 год называется это запасной выход это происходило в харькове и я так понимаю что здесь речь идет о том что художники помещали какие-то работы в опустевшие витрины магазинов и кухона выбор до пал на вот это дерево которое он поместил в витрину магазина и мне почему-то очень нравится этот выбор я не могу охарактеризовать но когда я смотрю на вот эту фотографию я почему-то понимаю что это какой-то очень правильный выбор несмотря на то что здесь кухон решает какие-то опять же свои персональные проблемы с материалом поскольку ему было интересно взять дерево и скажем так разобрать его и пересобрать то есть срезы дерева он делал под углом до 45 градусов для того чтобы затем можно было в любой точке это дерево пересобрать и это и получился как это поломанная такая такая конструкция на виде зигзага но в целом сам вот этот образ какого-то поломанного дерева в витрине этого магазина в огнях и так далее но на мой взгляд достаточно удачный выбор объекта это было сделано на берючем в 2013 году и опять же здесь может быть критики кухона потому что наверное наверное изолировано тяжело говорить об этом объекте если не понимать его практику да если не вспоминать об вот этом предыдущем триптихе на где где собственно тряпка была не совсем тряпкой ноги ее статус немножечко сместился здесь это триптих в плане того что эти все объекты абсолютно утилитарные и все это находилось на выставке среди живописи скульптуры и других объектов и достаточно было взять там мыло помыть руки то есть этот да и вытереть потом об эту тряпочку собственно руки и этот объект абсолютно утилитарный то есть мне кажется здесь он выступает в оппозицию с самим собой поскольку в все-таки в его предыдущих и последующих объектах на мой взгляд он никогда не думает о вещи в себе и никогда не обращается на реальную сторону объекта а здесь он как раз таки пытается скажем так на территории искусства до идти этим таким путем позитивизма да то есть как бы вот этим но это мне опять же так кажется этим эмпирическим скажем там форсированием да то есть пожалуйста это это объект искусства но вы должны как бы им воспользоваться на что как бы практически там невозможно да в ситуации музея и это опять же какие-то мне кажется вот его игры до проверки реальности какого-то объекта искусства и каким выводом он пришел по этому поводу я на самом деле его даже не спрашивал и я не знаю может быть думал он об этом или нет в контексте своего предыдущего триптиха и этого то есть как эти практики связаны может быть эта история даже больше интуитивная и я чуть-чуть как бы под на придумал интерпретации но мне так не кажется так это было в скорее всего в тринадцатом году я честно не уточнил события но это был стрит-арт фестиваль и кухон решил заняться такой вот специфической формой стрит-арта он решил выпустить рыбы карп карпов или одного карпа по моему несколько в харьковский фонтан и на первый взгляд это достаточно странная акция а потом я как бы свою кухону вопрос говорю кухона на что-то рассчитывал и сколько прожила сколько эта рыба прожила в этом фонтане он говорит ну она прожила несколько дней и и кормили с ней было все прекрасно на день на третий и как бы коммунальники скорее всего оттуда изъяли я понимаю да ну как бы это же история про харьков то есть отчасти такое немножечко безумный жест в плане того что да вот человек хочет приблизительно или да или предлагает модель такого города где в фонтанах плавают рыбы что это за город такой и вообще о чем о чем он думает но самом деле это да в некотором смысле такое городоустроительное предложение которое конечно же обречено на провал и вроде бы как очевидно что она обречена на провал до в харькове а с другой стороны ну а почему следующая работа была сделана тоже в тринадцатом году то была выставка на которая называлась дисне на деке час и здесь опять же история на мой взгляд вот этих экспериментов кохана с тем что представляет из себя образ и вот это восприятие образа в сознании на при помощи скажем так наверно вот этого инструмента схватывания многообразного то есть начинается начинается эта работа с руки на то есть это проекция которая высыпает песок на микрофон то есть рука абсолютно скажем тогда нереальная двухмерная образ руки продолжается абсолютно реальным песком который сыпется 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 на достаточно реальный микрофон на звукосниматель и затем этот звук переходит на переходит туда в колонку где он создает дрожание воды в этом тазике и затем вода из тазика отражается на стену вот там плавают лебеди и так далее так далее такие магические метаморфозы когда вот этот двухмерный образ пройдя через до какие-то стадии наверное как бы реального до реальных каких-то физических процессов передачи сигналов итоге возвращается назад в свое двухмерное пространство и в этом смысле наверное это тоже можно воспринимать там как триптих или полиптих даже наверное но я не уверен потому что какой-то вот финальный образ этой работы у меня например не образовывается как некой единый скорее появляется какой-то образ пути до образ времени на условного образ времени реального и такого его какого-то практического воплощения в опять же в материале на в таком как песок и так далее я покажу наверное короткое видео как сыпется песок и собственно все наверное на этой же выставке были такие вот лошадка и цветочек которые тоже были наполнены песочком и здесь на их пышные формы со временем нас течением этих песочных часов да ну абсолютно как бы не условных а живых поскольку лошадка тоже плавно тайла тайла и умирала как и цветочек и здесь же в этой работе скажем так опять постулируется вот это коханская не знаю история про выразительность то есть какой какой все-таки материал является самым выразительным да и или какой материал все-таки достоин внимания это ванна с солью и в нее погружена тряпочка и соль кристаллизировалась и подымалась 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 по тряпке ну собственно достаточно живой и красивый процесс так это еще одна история со стеклами кохана и наверное с временем но эти стекла это уже лед это было сделано в рамках того же проекта запасной выход в харькове но уже в тринадцатом году в январе вроде бы и кохан занялся тем что он собрал опять же какие-то объекты которые он нашел на улице или еще где-то достаточно там случайные бытовые не знаю бытовые и не бытовые предметы улицы которые попадаются под ногами и поместил их под лед вот таким вот образом затем этот же так сказать кубик льда с вот этими стеклами из льда он вернул назад на улицу мне почему-то вспомнился проект до или асона с его льдом который кстати во франции был реализован в 14 годов в этом смысле после кохана но не знаю может быть он до этого льдов занимался но история приблизительно такая же что лед лед тает но я не думаю что здесь конечно фокус идет на какой-то экологической истории но скорее скорее речь идет про эти объекты на когда они приобретают не некий особый статус под под этим льдом до получают опять же внимание да в качестве паблик паблик арт на объекта до определенной степени пока они пока лед не растворяется и пока они не возвращаются в тот статус в котором их кохан до этого нашел еще одна история со стеклом это ермилов центр 14 год площадь свободы и здесь наверное уместно вот это моя критическая заметка по поводу каких-то какой-то личной проблематике кохана хотя в принципе все очень логично в как я подумал выставка называется площадь свободы кохан берет стекла и перегораживать ермила в центр так что скажем так ты не можешь пройти на так свободно по экспозиции как обычно ты можешь ходить по ермила в центру то есть по второму этажу абсолютно свободно по периметру на прямоугольник я конечно спрашивал кохана мотивацию и мотивация конечно же для него какая-то такая интимная в плане каких-то переживаний до 14 года и в принципе вопросов про свободу и так далее и так далее но мне кажется здесь некотором смысле уместно моя критика поводу внутренней проблематики которая недостаточно скажем так эксплицитно появилась на поверхности какой-то коллективной проблемы хотя мы сейчас достаточно как бы прямой и очевидные и со мной можно поспорить я думаю можно эта выставка которая называлась черствия овочи если я правильно говорю в переводе со словацкого это свежий фрукт да это львов ефремова 26 14 год выставка насколько я понимаю состояла из двух элементов это математические формулы которые которыми кохан покрыл стену галереи и вот этот стенд с опять же объектами напоминающими яблоки и картошку но оставив опять же форму этого объекта кохан меняет содержание заменяет скажем так фруктозный материал заменяет его опять же тяжелым бетоном и здесь не знаю здесь мы достаточно долго с ним общались я его спрашивал по поводу этих формул которыми он исписал стену в плане того что понимаешь ли ты что обозначают эти формулы потому что когда я например захожу внутрь пространства ящик практически читаю незнакомый мне язык то есть я не смогу распознать что ты хотел сказать конкретно этой формулы на что кохан говорил что форму он эти выбрал из учебника математики он понимает что это за формула это функции и его интенция была выбрать самые выразительные функции то есть он искал я так понимаю выразительность и возможно это не только визуальная выразительность а может какая-то внутренняя даже сила самой математической формула которую он вот так вот помещает на стены и я говорю ну окей что будет если туда зайдет человек на который понимает этот язык до математик в конце концов и до кохан говорит что наверное математик тоже должен прийти именно к мысли о выразительности на выразительности этих формул то есть некоторым некотором роде на мой взгляд такая форма концептуализма мне почему-то вспоминался соло левит сразу же и и с утра корана тоже в этом же смысле и как бы да это история скорее всего скорее всего про язык до про миграцию образа внутри языка поэтому выставка до называется таким вот таких вот контрастным скажем так словосочетанием когда одно значение в одном языке в принципе да фонетически означает противоположность и вот этот как бы до дуализм этого какого-то объекта когда вроде бы это картошка вроде бы и нет вроде бы вроде бы и и нет и точно так же в принципе в принципе со стенах со стенами наверное да история про 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 возможности языка и про вот эту какую-то циркуляцию циркуляцию образа внутри его вот это более крупно эти формулы это происходило в бердянске в художественном музее в 2015 году в рамках арт поле кухон общался с сотрудниками музея которые говорили о том что поскольку они находятся вблизи к линии фронта они плавно опакуют пакуют пакуют все свои работы для того чтобы в критический момент для того чтобы в критический момент их можно было вывести и вот этот вот эта первая работа вот этот стеллаж да или этот 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 каталог и может быть в некотором смысле каталог до похожий на вот этот каталог кухонских стекол это собственно придет выставка предыдущая выставка которая висела то есть кухон согласовал с художником работа которого была в этом музее и он собрал всю его экспозицию и выставил таким образом написав как бы предварительно или сделал объявление что значит выставка уже закончилась но работы художника вы можете посмотреть вот в таком виде а вторая вторая работа это опять же работа работа со стеклом на которая была выставлена в этом же музее и здесь собраны скажем так предметы до участников этой выставки просто бытовые которые перекочевали туда под стекло и которые после выставки вернулись опять назад к своим владельцам на история чем-то чем-то похожи на лед да когда вот этот до реальный объект становится каким-то объектом скорее всего знаковым да он говорил что эти вещи выглядели как вещи мертвых людей как только их поместил под это стекло то есть кухон интересуется вот этими скажем так движениями до этой транспортировкой объекта в разные условия для того чтобы для того чтобы испытать какой-то эффект скорее всего это есть какая-то основная основная самоцель да это ощутить ощутить вот как бы вот этот новый статус статус объекта собственно говоря через опыт чтобы возможно даже телесно на интересно прочувствовать вещь мертвого человека и так это 2014 год читодель арте в бьеле и кухон говорил о том что когда они гуляли по этого места еще очень скажем так привлекал мрамор и гранит который который окружает это место то что он хотел сделать это собственно каким-то образом пообщаться как он говорил может быть как это какие-то выяснить отношения с материалом и на мой взгляд это опять же вот это ныряние в персональную проблематику когда на самом-то деле результат разговора но это опять же критики я на самом деле не совсем как бы до понимаю выводы да к чему же к тему к чему же пришел этот разговор потому что кухон взял материал да вот в данном случае там мрамор и начал с ним беседовать она по моему так и называется разговаривая с камнем или беседы с камнем эта работа и вот получились такие такие формы очевидно что эти формы да они не исчерпывают всего вот этого опыта общения кухона с камнем который который он решил сделать да то есть зрителю выставляется некий финальный 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 результат а сам вот этот опыт отношений кухона и материала он оставил оставил при себе вот наверное такая моя интерпретация и критика вот здесь опять же идет работа с материалом но совершенно другого характера и на мой взгляд очень очень успешная это иршанск до резиденция выездная резиденция берючева которая была в пятнадцатом году резиденция происходило в нескольких местах но выставка была на территории санатория санатория собственно как бы завода и гог и кухон достал вот эти старые старые кушетки да то есть это объекты которые предназначены для для отдыха на для того чтобы на них лежать в конце концов это санаторий и вот эту скажем так главную поверхность на которой стоит как раз таки лежать да он заменил вот этим тяжелым тяжелым гранитом это это очень тяжелый материал он очень твердый то есть конечно на эти кушетки можно лечь но вряд ли но вряд ли можно отдохнуть да то есть его утилитарная функция как бы сомнительная это первое а второе это не очень полезно это не это не очень полезно поскольку гранит не обладает какими-то свойствами которые могут помочь вашему здоровью а как раз таки как раз таки наоборот и это эти предметы да все все вместе он это назвал объект дизайна да то есть как бы что что это значит это опять же да вопрос про статус этого объекта является ли этот объект утилитарным или нет является ли это не знаю искусством или все-таки он переходит на сторону какого-то дизайна до тяжеловесного дизайна и как бы вот этот подвешенный статус объекта между мне кажется и у продолжается у кухона и в дальнейшем когда он как раз заходит на территорию погранича до между там скульптурой и архитектурой и и не знаю дизайном какого-то публичного места и так далее и так далее да здесь опять история вот на мой взгляд опять же про тот же самый статус объекта это было сделано в виннице резиденции над богом в пятнадцатом году кухон сделал слепок окна до этого кинотеатра россия собственно окно скорее всего там сзади и получается такая получилось да в итоге такая контрформа которая и стала не своим объектом который он выставлял и опять же до внимание кухона сфокусировалась на самом скажем так художественном образе или или скорее всего даже может быть образе реального до объекта то есть этого окна которая перестала быть прозрачным и перестала быть быть окном она стала твердым его скажем так можно обойти со всех сторон и не знаю наверное подумать о том чем является окно окно реальную реальная потому что да опять же в данном случае не знаю насколько до конца да можно можно как бы понять именно его перспективу да на этот вопрос но мне кажется определенная проблематика в этом присутствует в 2016 и 2017 годах была выставка мара и мара 2 в порт креатив хаб виталий кухон совместно с катериной бычатской вот и сама концепция наверное выставки мара заключена в названии в некой истории не знаю галлюцинации сна сновидения наяву возможно миража также была интенция до сделать выставку скульптур без скульптуры что в принципе тоже является до каким-то подобием сна и ребята работали там в порт креатив хаб и вот та фотография которую вы видите рядом да это это фотография выставки мара 1 но сама выставка выглядела выглядела вот так то есть вместо вместо выставки объектов пространстве была выставлена фотография выставки объектов пространстве и катя говорила что некоторые посетители воспринимали эту фотографию как рендер то есть что некая как бы реальной до скульптуры на самом деле не существует это некая такая визуализация этой выставки но реальные реальные объекты реальные объекты существуют и да в этом наверное история этого мариня мне вообще нравится концепция медиа да как сна потому что даже вот глядя на эту фотографию мы не можем сказать что этих предметов нет потому что они вроде бы как есть они вроде бы как существуют данные этой фотографии и вроде бы как возможно были в этом пространстве мы не можем быть окончательно в этом уверенным более того в этом пространстве этих объектов нет здесь вот возникает вот это как бы дихотомия до реального нереального которая начинает собственно говоря через призму медиа где-то до испаряться возможно как мираж когда что-то вроде бы есть вроде бы вроде бы его нет но я думаю что нам вся эта история давно знакома до благодаря социальным сетям медиа и так далее я считаю что вот эта мара 1 экспозиция достаточно достаточно удачный опыт достаточно удачный опыт во-первых поговорить про скульптуру во вторых скажем так это наверное самая подходящая вещь для вот этого слова мара в в том в том смысле в котором они работали эта фотография которая называется как работал кухон это пистолет категочатской она вроде как его заставляет работать вот я ее поместил для того чтобы как-то отделить первую выставку от 2 потому что было мара 2 уже в 2017 году после определенные работы и выглядела она так очень наверно смешно об этом говорить в рамках презентации потому что наверное мой следующий ход должен был бы выглядеть в духе да я переключаю следующий слайд и эта фотография тоже висит как и первая мара да только тут все уже удвоилась такая как бы там банально рекурсивная история но суть заключается в том что объекты вроде как действительно были выставлены возвращены но вот с таким как бы удвоением у меня у меня долго как бы были вопросы на самом-то деле к вот этой второй части я спрашивал и у кухон и и об участках их мотивацию зачем все-таки было возвращать объекты и на самом деле мотивация их достаточно как бы достаточно четко и понятно и они это делали абсолютно осмысленно и да здесь мы видим объекты вы были выставлены в том же порядке но но удвоены но то есть можно сказать что да здесь тоже состоялась состоялась некая следующая как бы итерация мары что ребята как бы вернули реальные объекты но с ними что-то немножко не так да они чуть 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 двоится в глазах или еще что-то вроде вроде мариня но для меня не знаю я все-таки я понимаю зачем это сделано и я думаю что это даже было нужно в плане того что да эти объекты которые были в первую часть на фотографии наверное им нужно было все-таки какое-то реальное подтверждение что что они существуют но у меня есть ощущение что возможно не обязательно что в некоторой степени вот это как бы такая мифологическая лаконичность до первой части пострадала от вот этой выставки несмотря на то что как бы здесь в принципе все достаточно остроумно решено но тем не менее физические объекты вернулись физическую реальность несмотря на то что они в таком странном виде но опять же это мнение и скорее всего как бы объективной критики по поводу по поводу этого я не скажу здесь наверное какое-то внутреннее чувство достаточного основания и она у них есть это в принципе самое главное да это работа куха на 2018 года в пенчукар центре я так понимаю что все это он назвал предметы со следами натуральных процессов и можно сказать что это некая такая некий такой сбор всех мыслей кухона по поводу до степени выразительности натуральных процессов и как они соотносятся с процессами рукотворные в плане человека в имеется виду и здесь наверху есть вот эта паутинка кухона что интересно что перед выставкой кухон в некотором смысле до выращивал паутину такой немножечко вид генеративных искусства потому что он оставил паука да и все-таки выращивал эту паутину но это стекло этому стеклу было не суждено попасть на эту выставку я помню что когда он был у нас как раз в гостях он говорит где мне взять эту новую паутину потому что потому что так как бы исчезла и через какое-то время он все-таки как бы вернулся ну не к нам имеется виду он нашел эту длиннющую здоровенную паутину и поместил ее под стекло и вот это опять же про вот эту как бы интуицию found object кухона потому что вот в переходе на станции днепро в метро там есть как бы паутина которая была очень давно присмотрена кухонным да ну то есть вы видите ее размер он давно следил за этой паутиной в переходе да можно сказать даже он ее выращивал то есть то есть у кого она была какая-то паутина несмотря на то что он из харькова в киеве у него был как бы свой резерв который он давно присмотрел вот эта работа такая реконструкция работы которая была сделана им до этого в германии по-моему на резиденции в мюнхене в пятнадцатом вроде бы году которая называется внутренней территории и это такая опять же какая-то на мой взгляд интимная история про какую-то хрупкость про какую-то недоступность и там за стеклом находятся такие всякие насекомые букашечки букашечки наверное это вдохновлено вот этой ну как он объясняет мне кажется вот этой историей взгляда да через двойное стекло на насекомое которое вроде бы как находится как-то очень близко но очень недоступно но в общем как-то рационально характер характеризовать эту работу я не могу но где-то мне кажется чувствую и и муд наверное правильно а да также вот это дальняя работа с лампочкой это опять же мне кажется такая такая манифестация кохана за выразительность потому что это бумага до засвеченная абсолютно вот этим натуральным план процессом на такой натуральный градиент на другой фотографии это водичка да и собственно огонь которые поработали с этой поверхностью и они как бы до вступают в конкуренцию с вот этими рамами которые напоминают нам рамок живописи или фотографии как бы скорее скорее эта история история вопроса но мне кажется отчасти и история ответа потому что я хочу сказать что наверное паутина достаточно выразительное может конкурировать вполне а на проекторе это собственно выведенное изображение с микроскопа в котором опять же на тряпочку выращивались кристаллы соли да та же практика которую он практиковал еще в кошице да здесь мы опять возвращаемся наверное к истории до статусу объекта к тому что является собой не знаю что является в этом скульптуру и архитектуру это было эта работа сделана в харькове в девятнадцатом году в рамках биеннале молодого искусства и вот на следующей фотографии вы видите схему да то есть это фундамент конструкция напоминающая церковь которую кухон немножечко как бы сместил на и мы имеем на мой взгляд да нечто похожее уже как бы на такой объект публич публичного отдыха что-то вроде лавочек на которых можно сидеть и уже вещи мало напоминающий церковь но тем не менее они все равно говорящие да благодаря своей своей конструкции и задачей кухонная так понимаю тоже была такая как бы идти интуитивная история где этот бот сад в харькове где это сделано он все-таки думает о нем о каком-то сакральном месте а сакральное место требует уединения и вот такая как бы форма форма сдвижки до которая которая с одной стороны является некой да такой мистификацией фундамента да то есть некой некой исторической до архитектурой которой никогда не было но в то же время не совсем ей поскольку он сделала такие сдвиги так следующий следующий объект это тоже 19 год в м17 в рамках frontier и по моему это да это называется скульптура архитектуры с мы тоже с кухоном не знаю немножечко немножечко обсуждали вопрос который скорее всего на сегодняшний момент может быть и не имеет и не имеет смысл когда я все-таки думал об архитектуре как о некой вещи все-таки связано с утилитарным аспектом и поэтому я спрашивал кухон как бы что он думает это больше про скульптуру и про архитектуру можно ли ходить по этим ступенькам например и наверное конечно же можно но зачем точно так же как не знаю пройти через эту дверь то есть это наверное история про архитектуру скульптуры или скульптуру архитектуры переходящую какую-то вот эту вот эту гибридность которая в такой вот как бы форме возможно эскизной да возможно даже форме вопроса здесь возникла да это уже 2020 год следует арт фондейшн выставка же ночи и здесь кухон снова выясняет какие-то наверное свои отношения интимные с женским но тем не менее выставляет их публично и здесь снова возникает какая-то не знаю мистификация по поводу того что с одной стороны эти головы выглядят достаточно старыми и возможно да есть какой-то намек на археологию на все они перемотаны скотчем перебиты степлером перед и сама и ты как бы видишь что но вот вот эти как бы швы наружу сегодняшнего времени которые они абсолютно как бы специально выпячивает и естественно сделано это тоже из материала соответствующего там суть какой-то такой фейковой фейковой археологии и такого как бы грязного но в тем в тем не менее легкого кого-то материала который вот так выпячивается вперед дальше я наверно уже просто без комментария пролистаю кухона живопись поскольку я наверное они все-таки говорить не буду как и а кухон ландарте поскольку ландартом он занимается с 2015 года то есть это фактически 15 лет и наверное заслуживает отдельной лекции потому что кухон достаточно активный участник каких-то ландарт симпозиумов и да я пропустил еще какие-то его объекты естественно обо всем рассказать невозможно сейчас я пролистаю просто некоторые живописные его работы а так последний пост рекламный кухон делает великолепную ювелирку здесь подписан на его инстаграм кухон roundabout так что вперед все всем спасибо до свидания и